Всем привет! Недавно я снимала видео о отношениях на расстоянии. Возможно это, либо невозможно. Вообще, есть ли у таких отношений будущее? Когда я выпустила это видео, многие оставили свои комментарии, в основном мужчины. Почему-то я удивлена. И один молодой человек предложил снять видео на тему встречи со старыми друзьями, либо встречи выпускников. Как я вообще к этому отношусь? Я сначала не поняла этот вопрос. Мне было как-то непонятно, ну как я отношусь к этому. Он еще упомянул, что он бы на такую встречу никогда бы, ни за что бы не пошел. И мне стало очень интересно, почему. Повторный мой вопрос звучал как раз таки именно так. Почему бы он не пошел? В чем причина? На что человек ответил, что он не видит в этом смысла. И ему неинтересно общаться со сверстниками, ему интересно общаться с более молодыми людьми. Я так понимаю, что сверстники скучны, у каждого своя жизнь. Это знаете, из той оперы, когда дружили две подружки, были не разлей вода. Одна вышла замуж, родила ребенка. И второй подружке не о чем стала разговаривать с первой. Потому что у нее уже своя жизнь. У нее разговоры только о муже, о семье, о детях, о быте каком-то. А вторая подружка гуляет, у нее еще эй-эй-эй, жизнь вся впереди. Молодой человек и сказал, что ему больше нравится общаться с молодыми людьми, с молодыми девушками. И интереснее как-то что-то где-то узнавать, за кем-то, наверное, наблюдать, я так подозреваю. Кто как себя ведет, кто как себя подает. Может быть, даже чему-то обучать. И знаете, я так сразу скептически отнеслась к этой версии. Мне сразу показалось, что у человека, наверное, может быть, не все в порядке, допустим. Недостаток чего-то, может быть, наоборот, переизбыток чего-то в жизни. Но потом вспомнила свою встречу выпускников, которая у меня была. Это было давным-давно. Это была моя первая встреча за долгие годы. Если окунуться именно в то время, когда я закончила школу, мы буквально через неделю, наверное, может быть, даже раньше, устроили встречу выпускников. Наша классная руководитель была в шоке, она не понимала, зачем, говорит, давайте через 5 лет, а лучше через 10 встретимся. Это будет намного интереснее, все изменятся, кто где будет, будет интересно узнать что-то о друг друге. Но мы были малые, дурные, нам только дай повод побухать, поэтому как бы никто никого не слушал. Мы встретились и, ну, как обычно, всем классом посидели, как и всегда, как и на всяких посиделках. Последние два года у нас был один класс, с которым мы были, в принципе, так дружны. Были определенные кучки. Кучка заучек, кучка популярных таких чуваков и подруг. И большая кучка, к которой относились люди, не примыкающие ни к одной из предыдущих двух кучек, я как раз-таки относилась к этой кучке. У меня были две подруги, с которыми я общалась с первого класса, с одной из первого класса и со второй подругой с пятого, потому что она в пятом классе к нам пришла. Это были мои две подруги, с которыми я общаюсь до сих пор. В меньшем количестве, конечно, но общаюсь. Если бы я сейчас жила в своем родном городе, то я бы с ними и гуляла, и ночевали у друг друга, как это было раньше. И много чего бы мы делали вместе. Просто я, во-первых, уехала из своего родного города, жила в другом городе, причем далековато. А сейчас я вообще живу в другой стране, поэтому как-то не особо у нас складываются какие-то отношения, не особо складываются общения. Не потому, что вот эти события Украины с Россией, а потому что просто у каждого своя жизнь уже. Мы давно не общались, мы давно не виделись именно с глазу на глаз. Но, честно сказать, когда есть такая возможность, мы созваниваемся. Я уверена, если бы мы даже увиделись. Такое ощущение, как будто не было всех этих лет разлуки. И мы вот общаемся, как будто мы общаемся каждый день. Просто вот мы дружим, как и в школе. И это меня очень радует. Поэтому по поводу давних подруг и друзей, я хочу сказать, что я не очень согласна. Наверное, у кого какие друзья были. Если у вас были такие друзья, с которыми вы, конечно же, уже давным-давно не общаетесь. И по каким-то определенным причинам вы там поссорились, я не знаю, не поделили друга по другу. У кого какие приключения, неважно. То, конечно, я бы тоже не встречалась с такими друзьями. У меня есть одна подруга. Я, наверное, вставлю сюда фрагмент, как она мне недавно прислала сообщение. Человек не поинтересовался вообще, как я, что я, где я. Человека ничто другое не интересует, кроме детей и мужа, потому что в этом ее вся жизнь. Моя жизнь не в этом, и поэтому я этого не понимаю. И, наверное, еще долгое время не пойму. Мне это чуждо. Если я не вижу давно человека или не общаюсь с ним давно, мои первые слова не прозвучат, есть ли у тебя муж или ребенок. Это что-то уже последнее, о чем можно спросить, мне кажется. Вкратце я расскажу такую историю именно с этой подругой. Мы дружили с ней тоже, не знаю, там с 12 или с 10 лет. И долгое время все вначале было нормально. Она даже где-то меня мотивировала в чем-то, допустим, заниматься тем же спортом. Потом мы ходили на кикбоксинг вместе. Мы бегали вместе. Мы знакомились с парнями вместе. И это хорошие воспоминания. Но в большей степени она относилась ко мне вообще по-странному. Это человек, который стал постоянно мне напоминать о том, что я толстая, я некрасивая, я никому не понравлюсь или я никому не нравлюсь. У меня там кривой или длинный нос. У меня некрасивые глаза. У меня маленькие губы. У меня неплоский живот. Знаете, до встречи с ней я вообще не видела в себе никаких изъянов. Да, где-то что-то, может быть, замечала, но это, знаете, мимолетом так проходишь мимо зеркала. Опа. Ой, а что это тут? А, ну ладно. И пошла дальше. А она делала это именно целенаправленно. Изо дня в день. Такое ощущение, как будто это было ее целью. И, знаете, со временем наши с ней отношения, наша с ней дружба сошла на нет. Как раз таки по этой причине. Потому что меня задолбало постоянное вот это вот тюканье. Да ну серьезно. Меня просто задолбало вот это вот тюканье. Представьте, что соседи шумят у вас. Меня просто задолбало тюканье. Вот это каждодневное напоминание о том, что у меня есть какой-то недостаток. О том, что у меня не будет никогда молодого человека. Я вообще человек реалист. И я вижу себя. Я себя реально воспринимаю. Я никогда не скажу, что я такая офигенная. Лучше, чем вот она или она или ты или еще кто-нибудь. И тем более уж говорить о том, что кто-то уродлив. И за счет этого возвышать себя. Как-то мне кажется тоже это тупо и гнусно. Это нехорошее качество в человеке. Так вот с такой подругой давней. Я бы как раз таки и не хотела увидеться. Я поддерживаю комментарии и высказывания этого молодого человека по поводу того, что никогда в жизни я бы именно с такими людьми не встречалась. Если это мои подруги, с которыми я просто душевно всегда беседую, провожу время, то конечно я бы с ними хотела встретиться. Даже прошли бы, я не знаю, 50 лет. Я бы хотела встретиться. По поводу встречи выпускников. Я честно скажу, не очень люблю вообще эти встречи. Как раз таки из моего давнего и первого опыта. Все наши одноклассники в один прекрасный момент решили встретиться. По-моему это было после 5 лет окончания школы. Да, это было после 5. Во-первых, меня поражает, что не все приходят. Суть в том, почему я не пошла бы ни на одну больше встречу. Я не ходила. Меня просто не тянуло туда, потому что я знаю, кстати, меня смотрят некоторые мои одноклассники. И надеюсь, никто не будет в обиде. Не знаю, как у других, у всех в жизни проходят эти встречи выпускников. Но на моей встрече выпускников все, как обычно, начиналось мирно, пока все не понапивались в сисю. В итоге потом ты замечаешь, как мамочки, у которых мужья сидят там, да, с детьми дома, зажимаются в туалетах с бывшими одноклассниками. Это, конечно, просто, просто капец. Я честно, я на это все посмотрела, меня просто вывернуло наизнанку. Из нашего класса, ну, наверное, все повыходили замуж, нарожали детей. Остались только, ну, некоторые, наверное, человек пять. И из этих пяти трое это я и две мои подруги. Все те люди, которые приходили, были женаты, замужем, дети. У меня просто в голове не укладывалось, как себя так можно вести. Я все понимаю, у кого-то там жизнь не удалась, муж не устраивает, жена там, я не знаю, пилит его постоянно. Я на это все посмотрела, знаете, сделала определенный вывод, то с такими людьми я не хочу общаться. Это не тот круг общения, к которому нужно стремиться, к которому тянет, с которым интересно. Потрахаться, покурить, попить, это не то, чему я хочу жизнь посвятить. Поэтому я и не ходила больше на такие встречи, мне не интересно. Вот просто не интересно. Я знаю, многие меня могут осудить и сказать, что это только у тебя был такой опыт, так же, как и с переездом в Россию. Я не считаю, что всем не нужно ходить на такие встречи. Просто вы делаете выводы. Если вы наблюдаете такую же картину, как и я в свое время наблюдала, я лично считаю, что это общество не мое. И мое мнение, есть друзья, есть общество, где можно находиться, кому хочется идти, с кем хочется общаться. А есть то общество и те люди, которых просто хочется избегать, с которыми не хочется вообще находиться рядом. Может быть, это, в принципе, я такой категоричный человек, так, людей отпускаю, перечеркиваю. Рассказывайте вы, у кого какие приключения были, события, так же, на встречах выпускников. И почему вы, может быть, боитесь встречаться с ними, либо почему не хотите встречаться. Либо, наоборот, почему вы так жаждете встречи. Также про друзей пишите. Что вы думаете на этот счет? С какими стоит общаться? Может быть, с кем вообще не стоит общаться? Как вы вообще относитесь к тому? Ну, дружба на расстоянии. Может быть, со временем и с расстоянием дружба уже проходит как-то. Мне кажется, вот именно та дружба проходит, а появляется что-то новое. Ну, это мое мнение. А вы оставьте свой какой-то отзыв. Что вы на этот счет думаете? Проходит дружба? Либо, может быть, ее вообще не существует? Мы, может быть, себе надумываем что-то? Хотя мне бы не хотелось этого. Я надеюсь, никого не обидела. Ничего плохого тут такого не наговорила. И надеюсь, эта тема вам интересна. Встретимся, как обычно, в комментариях и в следующем видео. А я желаю вам удачи и хорошего настроения. Пока!